Это кадры учебной эвакуации персонала и посетителей торгово-развлекательного центра Московский на проспекте Генерала Острякова. За 7 минут здание покинули свыше 500 человек. Администрация комплекса решила провести учения в связи с трагедией в Кемерове, в результате которой пострадали 140 человек, 64 погибли, из них 41 ребенок. После этого по всей стране провели проверки торговых центров. Как соблюдают требования пожарной безопасности, провели и в Севастополе. Торговый центр Московский не оставили без внимания. С переходом нас в Российскую Федерацию оказалось, что, к сожалению, у нас есть масса недостатков, над которыми мы эти три года работали. 29 числа у нас состоялась проверка, которая дополнительно выявила замечания, которые мы, к сожалению, не успели устранить. Речь шла о замене порошковой системы пожаротушения на водяную, в свободном доступе к эвакуационным выходам, отсутствии противопожарных преград в зоне кухни, очистке воздуховодов и других нарушениях. Благодаря проделанной работе из 14 нарушений осталось только два. Мы ценим своих арендаторов, любим своих покупателей. И ни один пункт из того, что нам было предписано управлением МЧС по городу Севастополь, не останется без внимания. Арендаторы тоже уделяют повышенное внимание соблюдению правил пожарной безопасности. И сразу приступили к устранению нарушений. Ведь жизнь и здоровье людей – самое главное. Наличие огнетушителей, естественно, документация ведется вся по срокам инструктажей, работникам точки. Периодическое проведение этих инструктажей для того, чтобы люди знали, как вести себя в непредвиденных ситуациях. Правилам пожарной безопасности мы уделяем, конечно же, огромное внимание. То есть, в первую очередь, конечно, это наша безопасность, наше здоровье, жизнь наших сотрудников и, конечно же, покупателей. То есть, в нашем магазине полностью есть первичные системы пожаротушения, есть огнетушители. Почти что каждую неделю мы проводим инструктажи с нашими сотрудниками, включая продавцов-консультантов, уборщиц и остальных. Особое внимание сотрудники МЧС и прокуратуру уделили детскому развлекательному центру на втором этаже здания. Ведь возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» началось именно в игровой зоне. Руководство торгового центра «Московский» заверило – все игрушки и конструкции выполнены из негорючих материалов. Все эвакуационные выходы теперь закрываются не на ключ, а на защелку. Этого требует противопожарные правила. Не менее важно соблюдать федеральное законодательство. Если, к примеру, говорить о том, что сейчас происходит в Севастополе, касаемо торговых центров, вокруг торговых центров, то я считаю, что это необходимо делать, потому что для начала нужно... Жизнь человека, в принципе, это одна из самых важных норм и одна из самых важных основ, которая есть и которая закреплена в Конституции Российской Федерации, которая есть на сегодняшний день. И я думаю, что то, что сейчас происходит, это необходимо делать в первую очередь для того, чтобы обеспечить нашу с вами жизнь и сделать ее безопасной. Посетители торгового центра тоже согласны. Жизнь и здоровье человека прежде всего. С нарушениями пожарной безопасности торговые центры Севастополя не должны продолжать свою работу. Конечно, важна безопасность, потому что нужно знать, что будет в случае чего. Ну вот, чтобы не было, как в Кемерово, для этого нужно проверять все тщательно. Московский центр, я смотрю, соблюдается, потому что двери входные с одной стороны, с другой стороны, все это, наверное, есть планы эвакуации, жизнь, здоровье людей прежде всего. Вчерашний пожар в торговом центре «Пассаж» в Санкт-Петербурге доказал, пожарная безопасность – не пустой звук. Только благодаря грамотным действиям персонала и соблюдению всех противопожарных норм, возгорание удалось ликвидировать, и никто не пострадал. В Севастополе по-прежнему остаются закрытыми торговые центры «Муссон», «Фуршетно-Пожарова», «Центр Академии шпионажа» и детская библиотека на Ленина. Несколько торговых центров, включая торговый центр «Московский», продолжают свою работу. Они потратили свои силы и деньги на устранение нарушений, вместо того, чтобы тратить время на проведение митингов. А наши корреспонденты будут следить за ситуацией вокруг закрытия торговых комплексов города. Денис Тишин, Андрей Вовк, информационный канал «Севастополя».